Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о последних новостях и открытиях в области медицины и здоровья. Сегодня вы увидите Дисбактериоз, почему он возникает и как его лечить? Детская онкология, как вовремя выявить и победить болезнь? Гимнастика для беременных, когда и зачем начинать ей заниматься? Страшный диагноз рак, когда он звучит в отношении ребенка, повергает в ступор. Человек ведь еще совсем маленький, почти не жил и вдруг такая ужасная напасть. Как защитить наших детей от этой болезни и что делать, если она уже все-таки нагрянула? Почему дети болеют раком? Медицина относит резкий скачок заболеваемости насчет экологической обстановки. Впрочем, в местах, где расположены химкомбинаты, лакокрасочные заводы, предприятия тяжелой промышленности, на загрязненных радиаций территориях здоровье населения хуже по всем параметрам. Конечно, немалая доля заболеваний в детской онкологии связана с генетической предрасположенностью. Все-таки наследственность играет роль, поэтому выявление таких наследственных факторов у родителей, у которых могла быть какая-то злокачественная опухоль, это тоже должно настораживать. Затем, это исключение внешних факторов вредных на беременную, на маму, на беременную женщину. Это то, что я говорил. Это курение, это прием алкоголя, это могут быть какие-то лучевые воздействия на организм беременной женщины. Вот это. Ну и третье – это так называемая вторичная профилактика, когда необходимо лечить предопухливые патологии. Ну что это? Это вот пигментные пятна на коже, это нейрофиброматоз, вот эти вещи, хондромы. Дети болеют раком реже, чем взрослые, примерно в 25 раз, но показатель смертности в мире от онкологии у детей на втором месте после несчастных случаев. Однако победить заболевание у ребенка легче, чем у взрослого. Дело в том, что структура опухолевой ткани у малышей очень чувствительна к методам лечения. Если где-то 20 лет назад у нас были, не только в Рязани, но и в России, были плохие показатели по выживаемости детей, то после того, как наше общество стало открытым, после того, как появилась возможность выезжать за рубеж на стажировки, приглашать сюда ведущих специалистов в этой области, то результаты у нас улучшились. И сейчас, если 85% детей вылечивается. Так, например, если раньше диагноз «острый лейкоз» был смертельным приговором, сейчас излечивается 8 детей из 10. Результаты лечения детских опухолей в нашей стране примерно такие же, как и за рубежом. Однако при лейкозах часто необходима пересадка костного мозга. В России эта методика освоена. Однако банк недонорского костного мозга еще не создан. Но есть надежда, что ситуацию изменит федеральная программа развития онкологической помощи. У нас появились новые лучевые аппараты, которые можно проводить это лечение. Ну, например, лимфомы, лимфогранулатоз. Там лечение не только лекарственное часто бывает, но дополнительно, в частности, лучевой терапии. Ну и у нас есть аппараты, которые можно проводить вот такое лечение, так называемая конформная терапия, и когда этот луч, он действует только непосредственно на опухоль, не затрагивая окружающие ткани. Потому что в этом самая большая опасность, что окружающие ткани тоже попадают в зону облучения и страдают. Надо сказать, что примерно половина опухолей у детей все-таки выявляется поздно. Поэтому родителям следует обращать внимание на такие показатели. Это изменение поведения ребенка. Снижение аппетита, похудание, бледность кожных покровов, может быть, температура по вечерам, невысокая субфибрильная температура, могут увеличиваться лимфатические узлы. Вот иногда, например, у детей до первого года жизни у них часто бывает нейробластома, эта опухоль может пальпироваться. Вот на это надо обращать внимание. Ну, естественно, сразу надо обращаться к врачу. Диагноз рак – это всегда трагедия. Однако медицина не стоит на месте. Методы борьбы с онкологическими заболеваниями ежегодно совершенствуются. И, возможно, спустя какое-то время появятся вакцины против всех видов этого страшного недуга. Но пока врачи советуют не пренебрегать профилактикой, не злоупотреблять вредными привычками и вести здоровый активный образ жизни. И, конечно же, не стоит забывать о том, что рядом с нами живут миллионы людей, страдающих от онкологических заболеваний. Им необходимы не только огромное мужество и силы воли, но и наше понимание, доброта и тепло. Считается, что дисбактериоз – это очень распространенное явление. Встречается примерно в 90% случаев среди взрослых, а среди детей – в 95%. Ученые подсчитали, что масса всех микробов, живущих в кишечнике одного человека, составляет около 2 килограммов. Представьте себе живой орган такого веса. Понятно, что с ним нельзя не считаться. Полезные микробы – бифидобактерии, лактобактерии, бактероиды и кишечные палочки. Они участвуют в пищеварении, воздействуют на жировой обмен, способствуют усвоению и выработке витаминов группы В, витамина К, фолиевой и никотиновой кислоты. Без них невозможен синтез аминокислот. Они обладают антиаллергическим действием, обеспечивают устойчивость иммунной системы к инфекционным заболеваниям. В плане теологии, ну, если раньше считалось, да, все-таки первый этап была антибиотикотерапия, да, и все-таки сейчас на первый план одно и, ну, четыре основные причины. Это нехватка пищевых волокон. Считается вообще то, что достаточно в норме получать организм, получив пищевую овалку, человек должен съедать, ну, где-то 2,5 килограмма яглок в течение суток, 3 килограмма риса. Ну, что это, естественно, нереально, да? Поэтому я вот не сторонник, как сейчас говорят, раздельного питания, кушать надо все, только единственное, там, соблюдать какой-то режим, у нас нет незаменимых продуктов, которые могли бы заменить один продукт другим. Вторая причина – это хронические стрессы. Поэтому волноваться надо как можно меньше. Ведь негативные эмоции, усталость, недосыпание, депрессия всегда сопровождаются дисбактериозом кишечника. Многие заболевания, да, без антибиотик терапии не обходятся. Но, к сожалению, когда назначаем и массивные, ну, без них иногда никак, и большое количество, и длительный период, но, к сожалению, забывают, что не думаем о последствиях, не думаем о том, что, к чему это может привести. И, как правило, лечим одно, беззащитное другое. То есть, а если это уже имеется проблема с нарушением дисбаланса в кишечнике, да, естественно, все накладывается, все это усугубляет. Ну, и последняя, основная из причин – это ксенобиотики промышленного производства, да. С чем мы сейчас пользуемся в основном? Это моющим средством, да. У новорожденных и грудных детей проблема дисбактериоза стоит очень остро. В этот период осуществляется заселение кишечника полезными микроорганизмами. Формируется микрофлора. У новорожденного ребенка процесс заселения могут легко нарушить различные неблагоприятные воздействия. Но даже если формирование микрофлоры кишечника прошло гладко, дисбактериоз у детей первого года жизни – не редкость. Все добольные мамаши, да, когда вот приходят, ребенок рождается, да, чуть-чуть проблемы со столом, и вот начинаются, да, в аптеку бегать, да, хотя они не понимают, что человек из стерильной среды перешел в нормальную, говорится, нестерильную. Это естественно, да, эти время, там, вот, чтобы кишечник-то, как говорится, заполнился нормальной флорой. Приемы лекарственных препаратов предшествует обязательная сдача анализов, на основании которых врач назначает индивидуальное лечение. Не следует заниматься самолечением. Благоприятного эффекта такие действия не принесут. Только врач-гастроэнтеролог поможет избавиться от дисбактериоза. И, как правило, да, еще есть, допустим, даже больной скажет в аптеке, да, что у меня, да, скорее всего, дисбактериоз. Что в лучшем случае, да, ну, что сейчас модное? Линокс, да, бифифор, понятно. Вот основные, в общем-то, активио, да. А что такое тактивио, да? Это бифидомбактериоз, да, линокс. Это бифидом, лакто, плюс антеркок, да. Ну, бифифор, ну, там, и другие, это только бифидом, и какой-то из штаммов кишечной палочки. Вот слепой больному дает, а, может быть, им не надо. Надо сдать кал на дисбактериоза, посмотреть. То есть это, может быть, как говорится, ползарплаты человек относит в аптеку, а растриков никаких. Профилактическими мероприятиями дисбактериоза можно считать своевременное выявление любых проблем со здоровьем и правильное лечение. Предписание врача и инструкции к препаратам нужно выполнять неукоснительно, доводить процесс излечения до конца, а не бросать его при первых признаках улучшения. Халатное отношение может привести к тому, что болезнь приобретет хроническую форму. Женщине, которая в скором времени собирается стать матерью, без физической активности никак не обойтись. Гимнастика для беременных направлена на укрепление мышц, улучшение сердечной деятельности и работы сердца, что значительно облегчает вынашивание ребенка и процесс родов. В следующем сюжете о гимнастике для будущих мам. Так уж задумано природой, что роды являются для женского организма серьезным испытанием. Среди наиболее действенных способов облегчить прохождение этого испытания давно значится гимнастика, которую мама делает еще до рождения ребенка. На самом деле есть общий комплекс упражнений, которые рекомендуются для беременных женщин. И, как правило, индивидуальные бывают особенности только у женщин, у которых есть какая-либо патология, например, опорно-двигательный аппарат или какие-то особые заболевания. А так, в основном, легкая нагрузка и общепринятые упражнения для всех женщин можно использовать. Мы рекомендуем первый триместр воздержаться от физических упражнений. То есть, если нет противопоказаний, то второй, третий триместр вполне адекватно нагрузка должна быть у женщины. И на самом деле беременность не болезнь, а лишь физиологическое состояние женского организма. Поэтому нагрузка должна быть. Выполняя несложные упражнения, будущая мама не только подготавливает себя и свой организм к предстоящим родам, но и дарит здоровье своему малышу. Гимнастика для беременных разработана с учетом всех особенностей женского организма, ожидающего совершения чуда. Она не включает в себя изнуряющих упражнений. Исключаются только те упражнения, которые вызывают серьезное напряжение на мышцы брюшной стенки. То есть это прыжки, бег, езда на велосипеде. Мы очень приветствуем, когда беременные женщины занимаются, например, специальной йогой с инструктором для беременных, когда они занимаются плаванием, ходьбой. Очень для беременных женщин рекомендуется прогулки 2-3 часа на свежем воздухе. Вполне адекватная нагрузка. Вообще физкультура – это верный помощник в борьбе с плохим настроением. Она заряжает будущую маму силами на весь день и помогает хорошо переносить подготовку к ответственному моменту. Прежде всего физические упражнения, то есть это определенный тонус мышц. На самом деле роды – это огромная физическая работа. И выполнить ее довольно непросто любой женщине, особенно неподготовленной. Поэтому физические упражнения помогают поддерживать мышцы в тонусе. Прежде всего специализированные упражнения, которые мы рекомендуем с использованием, например, фитбола. Эти же упражнения, которые дают реальную возможность тренировки мышц таза в дна, возможность женщине контролировать этот тонус в родах, не зажиматься, давать возможность развиваться родовому процессу более мягко. Это очень важно. Принято считать, что будущей маме вообще опасно поднимать руки вверх. Нельзя развешивать белье, поправлять шторы и даже спать, положив руки над головой. Но так ли это? Это общепринятое заблуждение на самом деле. То есть оно пришло к нам из прошлых времен. Нет никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что как-то это может повредить женщине или способствовать обвитию, как многие женщины нас боятся. Подтверждений нет тому. Поэтому шторы вешать можно. Конечно, мы считаем, что все должно быть адекватно. И не надо носить тяжелые ведра и мыть полы. Но адекватную нагрузку, посильную в быту, вполне женщина может выполнять. Что касается непосредственно зарядки для беременных, то она включает в себя массу дыхательных упражнений. Упражнения на укрепление позвоночника, растяжку мышц и прочее. У будущих мам довольно часто бывают боли в спине, связанные с повышенной нагрузкой и повышением веса при беременности. Поэтому мы рекомендуем, если у женщины нет общих противопоказаний, бассейн вполне можно посещать женщины. Проходя курс гимнастики, для беременных женщина сможет не только быть в прекрасной форме, хорошо себя чувствовать, подготовиться к родам и легко родить, но и быстро восстановиться после рождения малыша. Кроме того, занимаясь в группах, можно найти новых знакомых и подруг. Древнеримский поэт Гораций сотни лет назад изрек фразу, которая актуальна по сегодняшний день. Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. Так что занимайтесь своей физической формой, радуйтесь каждому дню, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова